Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. 90% от общего числа. Практически все дома областного центра подключены к теплоснабжению. Более 43-х километров дорог отремонтируют в Самаре в 2023 году. Подрядчики уже определены, начались подготовительные работы. Со статусом не согласны. Жители 45-го дома по Галактионовской требуют отмены звания аварийного для дома, в котором они проживают. Неудобства временные, метро навсегда. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Летающие танки. В Самаре начала работу выставка, посвященная 80-летию выпуска двухместного штурмовика Ил-2. Глава Самары Елена Лапушкина провела совещание по сохранению дома просвещенцев. Это строение с номером 45 по улице Галактионовской. В совещании приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн и исполняющий обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стофеев. Здание по Галактионовской 45 признали аварийным, с чем жители не согласны. Более того, они хотят, чтобы дом получил статус объекта культурного наследия. Какое решение было найдено, расскажет Виктория Шарая. Вопрос сохранения дома просвещенцев, расположенного на Галактионовской, обсудила с жителями глава Самары Елена Лапушкина. В совещании приняли участие депутат Госдумы Александр Хинштейн, руководитель департамента управления имуществом Андрей Белоклоков, глава Самарского района Роман Радюков, исполняющий обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Иван Стофеев. 45-й дом по Галактионовской был построен в 1934 году для учителей. Они принимали в этом посильное участие. Архитектурной ценности трехэтажная советская постройка не представляет, чего не скажешь о культурной составляющей, ведь она символизирует уважение к учительскому труду. И по рассказам жителей, раньше на здании висела табличка «Дом просвещенцев». Весной в почтовых ящиках жильцы нашли извещение. В них было написано, что дом признан аварийным. Он побежал в Некрасовскую 62 фонд аварийного и ветхого жилья, узнавать, что же там такое. Он говорит, да, действительно, дом признан аварийным. И тут как раз я получаю копии документов вот этой межведомственной комиссии. И я делаю, так сказать, голубые глаза и говорю, а как же на основании чего же признается дом аварийным? И мне инженер, спасибо вам большое, он распечатал вот это техническое заключение. Согласно документу, износ постройки составляет 75%. С таким решением жители 45-го дома не согласились и подали в суд. Там назначили повторную экспертизу, которая признала, что дом вполне пригоден для жилья. Но жителям этого недостаточно. Они хотят, чтобы здание признали объектом культурного наследия. Органы охраны объектов культурного наследия включили 45-й дом в реестр вновь выявленных. Предстоит еще одна экспертиза, в результате которой объект может попасть в реестр памятников истории культуры. Данное здание уже в этом перечне состоялось с 93-го года. В 2009 году было принято решение о нецелесообразности включения его в единый государственный реестр объекта культурного наследия, памятников истории культуры и исключения его из перечня выявленных объектов культурного наследия. Но на тот момент процедура выявления отличалась от той, что предусмотрено законом сегодня. Поэтому нами заявление зарегистрировано. И в настоящее время ведется работа по включению этого здания в перечень выявленных объектов культурного наследия. За поддержкой жителей обратились к главе Самары Елене Лапушкиной и депутату Госдумы Александру Хинштейну, которые предупредили, что статус дома – объект культурного наследия, которого добиваются жители, дает не только права, но и предполагает обязанности. Ваш объект на сегодняшний день, к сожалению, не является памятником. И им не являлся, а входил в реестр так называемых выявленных объектов. У нас два реестра. Реестр памятников, то есть зданий, объектов культурного наследия, по которым есть подтвержденное заключение экспертизы о том, что они обладают всеми необходимыми признаками. И второй реестр, так называемый, вновь выявлен. Вновь выявлен – это, грубо говоря, кандидаты в памятники. Но с того момента, как объект попадает в этот реестр, вновь выявленных, с ним дальше ничего сделать нельзя, снести, признать его аварийным. Если у жителей есть потребность делать какие-то ремонтные работы, то их нужно делать сейчас, потому что с момента, когда ваш дом получит охраняемый статус, вам это будет делать сложно. Вас устраивает такое решение? У нас с вами в среду уже суток. В суде будет принято, надеюсь, справедливое и правильное решение о том, что дом не аварийный. Но в дальнейшем Данина Васильевна вам прямо объяснила, если его признают вновь появленным объектом культурного наследия, у вас будут дальнейшие обременения и по ремонту, и по содержанию. Вы это все вместе с соседями понимаете, да? Да, я понимаю. Жители мечтают, чтобы на здании вновь появилась табличка «Дом просвещенцев». Они надеются воссоздать ее по старым фотографиям, которые могут быть найдены в архивах. Виктория Шарая, Константин Головин. События. В Самаре избрали главу Октябрьского внутригородского района. Им стал Сергей Радько. Участие в заседании Совета депутатов приняла глава города Елена Лапушкина. Напомню, 7 октября этого года состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Октябрьского района. Прием документов для участия в конкурсе проходил с 5 сентября по 5 октября. Документы подали 7 человек. По итогу индивидуального собеседования путем голосования конкурсной комиссии были рекомендованы кандидатуры Сергея Радько и Татьяны Горшковой. Окончательное решение было принято Советом районных депутатов. Сергей Радько родился 19 сентября 1979 года на муниципальной службе в 18 лет. Работал главой сельского поселения Ерзовка, главой сельского поселения Кенель-Черкассы, главой Кенель-Черкассского района. В мае 2022 года был командирован в город Снежное Донецкой Народной Республики для оказания помощи в восстановлении и развитии города, где с июня по октябрь этого года занимал пост первого заместителя главы города. В Самаре практически во всех домах включено отопление. Об этом говорили сегодня на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы города Владимира Василенко. Несколько домов не подключены из-за повреждений на теплосетях. Все участки на постоянном контроле, отрабатываются управляющими компаниями, устраняют неполадки в круглосуточном режиме. В приоритетном порядке подошли к подключению основных объектов социальной инфраструктуры – школы, детские сады, медучреждения и дома ребенка с круглосуточным пребыванием. Также первый вице-мэр Владимир Василенко поручил специалистам департамента лично сопровождать проверки котельных, которые пройдут в ближайшее время. В Самаре начали готовиться к следующему дорожно-строительному сезону. В этот вторник подрядчики провели геодезические работы на улице Авроры, которая в этом году уже преобразилась в границах улиц промышленности и аэродромной. А в следующем году обновление важной магистрали продолжится на участке от улицы Аэродромной до Московского шоссе. Обо всех нюансах подготовки расскажем в сюжете. В следующем году в Самаре отремонтируют более 43 километров дорог. Муниципальные контракты с подрядчиками заключили заблаговременно еще в сентябре по результатам электронных аукционов. А сейчас специалисты начали подготовку к будущему ремонту почти за полгода до старта основных работ. Для того, чтобы выполнить работу и приступить к работам уже с наступлением среднеслучных положительных температур, по требованиям нормативных документов подрядной организации, по настоянию администрации, уже приступили к предварительным работам, проводятся геодезические работы, обмерочные работы для того, чтобы подготовить схемы выполнения производства работ и уже подойти к новому строительному сезону во всеоружии. Одна из ключевых дорожных артерий – улица Авроры. Она служит въездными воротами в город и очень востребована у автомобилистов. В этом году ее отремонтировали на участке от промышленности до аэродромной, а в следующем сезоне дорожное полотно восстановит от аэродромной до московского шоссе. Инженер-геодезист Татьяна Юдина проводит съемку, разбивает в проезжую часть на участке по 10-20 метров для последующей детализации. Благодаря геодезическим работам специалисты выявят высотные отметки, на основе которых сделают расчеты под фрезерование, установку дождеприемников и люков-колодцев. Они также занимаются поперечными и продольными уклонами дорог. Сейчас я выполняю разбивки и подъемку высотных отметок, на которых я выявлю, есть ли какие-то просадки, колености, ямы и прочие неровности дороги. А также основная моя задача – увезти все лужи в дождеприемники. Если есть какая-то просадка, то и колодец тоже сяет. И, соответственно, нам нужно поднять не только уровень асфальта, но и колодец. Каждый год геодезическое оборудование проходит поверку. У нас оборудование должно быть поверено и занесено в национальные приезды. Потому что без поверенного оборудования мы на дорогу, на геодезию, соответственно, не выпускаем. Комплекс подготовительных мероприятий не ограничивается только геодезическими. Параллельно закупают строительные материалы. Ремонтировать дороги в новом сезоне будут две подрядные организации. В общей сложности они берут в работу порядка 40 объектов. Комфортнее и безопаснее станут улицы Печорская, Главная, Магнитогорская, Киевская, Алматинская, Революционная, Ярошевского, проспекты Ленина, Карла Маркса, Масленникова и другие. Предусмотрено применение современных материалов и технологий, что является одним из важнейших условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная», которая станет последней на первой ветке городской подземки. Сейчас идет вынос инженерных коммуникаций, сетей, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий, газовой магистрали. Специалисты работают в районе скверов возле улицы Галактионовской. Напомню, движение по Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, где будет располагаться новая станция метро, временно закрыто. Кроме того, с 8 октября ограничено движение и по другим улицам, а именно полностью перекрыта территория в районе перекрестка улиц Полевой, Самарской и Новосадовой. Здесь также в первую очередь предстоит переустроить схему инженерных коммуникаций, водовода, ливневой канализации, кабелей связи. А затем специалисты будут опускать щит и разворачивать туннелепроходческий комплекс. В районе перекрестка предусмотрена стыковка тоннелей, действующего и нового. В связи с этим в настоящее время движение организовано в объезд перекрестка. В том числе зона метростроя объезжает общественный транспорт, автобусы восьми маршрутов. Для этого установлены временные дорожные знаки, информационные щиты, аншлаги, скорректирована работа светофоров на близлежащих улицах. В ряде локаций у светофоров появились новые поворотные секции, провели регулировку. А на пересечении улиц Невской и Новосадовой смонтировали дополнительный светофор. Кроме того, в этом районе улица Первомайская сейчас стала односторонней, и транспорт, следующий в сторону Волги, может занимать всю ширину проезжей части. Мониторинг дорожной ситуации организован непрерывно. Региональный заказчик, администрация Самары и ГИБДД, которые работают на всех этапах в тесном взаимодействии, стараются минимизировать временные неудобства для горожан и просят жителей областного центра отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам. Ведь в 2024 году, после завершения строительства метро, появится множество преимуществ. Конечно, очень важна в современном мире логистика. И то, что сейчас такая доступность сразу оказаться рядом с театром оперы и балеты. Не по секрету, но скажу вам, там находятся фонды нашего Самарского художественного музея, не только театр. И здесь уже совсем близко наш музей. И я думаю, что совсем скоро вот так ожидают такие у нас вояжи, когда можно будет из самых отдаленных уголков нашего города попасть в центр и провести очень тайно свой досуг, попав и в театр, и в музей, и посетив наши замечательные скверы, спуститься к набережной невероятной красоты. Все гости и музеи, и гости города говорят, что такой Волги они никогда не видели. Далее коротко о других событиях этого дня. Жители Кошкинского района Самарской области передали почти две тонны гуманитарной помощи солдатам-землякам. Груз из района будет доставлен в Самару. Затем его отправят в зону проведения специальной военной операции. Туда, где эта помощь сегодня жизненно необходима. Жители присылают солдатам постельные принадлежности, одежду, продукты питания. Для многих, кто откликнулся на призыв в помощь нашим военным, во многом личная история. У некоторых сыновья и мужья ушли в зону СВО добровольно. Один из местных жителей, пчеловод из села Березки Александр Сураев, передал военнослужащим 100 литров свежего меда. В российских вузах увеличили время изучения истории России. Более того, оно станет обязательным с 1 сентября 2023 года. На предмет должно отводиться не менее 144 часов. Об этом сообщается на сайте Миноборнауки России. Повышенное внимание к изучению истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, поважения к памяти поколений, а также ответственности за судьбу страны, пояснили в Миноборнауке. В Сочи произошел инцидент с самолетом, который должен был отправиться в Самару. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент». В процессе запуска лайнера А-320 система оповестила о сбое в бортовом компьютере. Командир воздушного судна принял решение вернуться на стоянку. В момент происшествия на борту находилось 140 человек, 6 членов экипажа и 134 пассажира, из них семеро детей. В итоге самолет прибыл к месту назначения с опозданием на час. В России начнут лучше контролировать качество стройматериалов. В Минстрое для этого создадут структуру для контроля качества. Это сделают в рамках работы на вновь присоединенных территориях. Специалистам предстоит проделать большой объем восстановительных работ. В данный момент доля фальсификата на российском рынке строительных материалов составляет 25%, а прямой ущерб экономике страны – 2 триллиона рублей в год. Также существует косвенный ущерб от преждевременного выхода объектов из строя, аварий, пожаров и прочих чрезвычайных ситуаций. В Самаре открылась фотовыставка, посвященная 80-летию выпуска двухместного штурмовика Ил-2. Экспозиция расположена на площади Славы. Горожане и гости областного центра смогут увидеть уникальные снимки. Тему продолжит Светлана Тимофеева. Летающие танки. Так советские летчики называли штурмовик Ил-2, который выпускался в Куйбышеве в годы Великой Отечественной войны. Именно этой крылатой машине и людям, которые ее собирали, посвящена фотовыставка, открывшаяся сегодня на площади Славы. Самарцы – гость областной столицы, смогут увидеть уникальные снимки. Многие снимки, представленные на этой фотовыставке, конечно, являются уникальными. Некоторые из них встречаются только в специальной литературе, выпущенной небольшим тиражом. Либо вообще еще не экспонировались нигде. Первыми посетителями выставки стали самарские старшеклассники. Несмотря на пасмурную и ветреную погоду, школьники внимательно слушают экскурсовода. О многих вещах узнают впервые. Сама сборка самолета, потому что это очень интересный момент, как именно настраивали орудия, как собирали. Даже ремонт сам после военных действий, когда его возвращали на базу и чинили. Вот это тоже интересно, даже в полевых условиях тоже. То есть, прям важный момент. Выставка организована сотрудниками самарских предприятий РКЦ «Прогресс» и «Авиакор». Так теперь называются заводы, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны в Куйбышев. Экспозиция посвящена 80-летию выпуска двухместного штурмовика Ил-2. Именно 10 октября 1942 года завершились испытания модифицированного самолета. В Куйбышев в 1941 году, в октябре месяце, были эвакуированы два крупнейших авиационных завода страны. Один из Воронежа, это завод номер 18, один из Москвы, завод номер один. Здесь началось производство штурмовиков Ил-2. Но штурмовик в 1941, в начале 1942 года был одноместный. И у него, конечно, была уязвимая часть. То есть, противник сзади сбивал наши самолеты. И по приказу правительства было организовано производство двухместных штурмовиков. После того, как модифицированную бронированную летающую машину оснастили дополнительным пулеметом, вражеские пилоты нарекли Ил-2 черной смертью. Штурмовик стал самым массовым боевым самолетом в истории авиации. Каждые полтора часа из сборочного цеха выходила новая машина. В общей сложности оборонные предприятия Куйбышева выпустили около 27 тысяч летающих танков. Ил-2 закончили собирать в конце 1944 года, когда появилась более мощная модификация. Ил-10. Этот самолет обладал большей скоростью и имел более мощное вооружение. Посмотреть на уникальные фотографии, а их на выставке представлено около ста, можно до 10 ноября. Светлана Тимофеева, Николай Епифанов. События. Побывать на севере, не уезжая при этом за тысячу километров. В Самаре стартовал эколого-просветительский марафон «Каникулы в Арктике». Все желающие могут познакомиться с традициями народов и поучаствовать в мастер-классах. Подробности в нашем сюжете. Скорость этих железных коней не знает предела. Для мотоциклистов езда – это не просто способ передвижения, а смысл жизни. Евгений Осокин – байкер со стажем. Впервые оказался за рулем мотоцикла Днепр в 13 лет. Папа разрешил порулить. С тех пор с боевой машиной не расстается. Пробег будет совершен по улицам города Самары. Конечно, это непередаваемые эмоции, замечательные, отличное настроение, несмотря на то, что сегодня просмотный день. И достаточно прохладно. Эколого-просветительский марафон «Каникулы в Арктике» открылся автопробегом. Организаторы показали самые редкие мотоциклы 20 века. На площадке у музея имени Алабина появился необычный автобус-музей. Его салон организаторы проекта превратили в интерактивную карту девяти северных регионов. И действительно, находят пролив здесь, между Америкой и Азией, пролив, который теперь уже в географии, на самом деле, в истории называется «Берингов пролив». Все желающие могут совершить виртуальную экскурсию по Арктике, не уезжая за тысячи километров, познакомиться с традициями и обычаями народов севера, насладиться красотами природы, а также оценить результаты научных экспедиций. Чтобы сохранить жизнь белого медведя, его надо изучать. Знать, чем питается, где ищет добычу, чем болеет, где размножается и многое другое. По словам организаторов проекта, такие акции направлены на объединение и сплочение народов, а также способствуют развитию внутреннего туризма. Мы были дважды в экспедициях в Арктике в 2020 году, в 2021 году. У нас накопилось очень много и знаний, в том числе и материалов, и видео, и фото. И мы решили, что этим надо делиться, не только чтобы ученые это использовали для своих дальнейших изучений, для сохранения животного, а чтобы это знали люди, чтобы чуть-чуть лучше узнали Арктику. Кроме автобуса на площадке можно увидеть чум. Это традиционное жилище северных народов. Все желающие могут расписать экошопер на мастер-классе. Его проводит настоящая жительница Крайнего Севера. Роза Накова изготавливает изделия ручной работы и сегодня с удовольствием не только делится своими знаниями и опытом, но и рассказывает о культуре своего народа. Мне бы хотелось о своем Ямале рассказать, частицу Ямала показать, что есть там люди, что они там живут. У них есть у каждого своя территория. А те, кто живут за полярным кругом, вот я считаю, на мой взгляд, это им очень тяжело там. Для всех посетителей марафона вход свободный, однако необходимо предварительно записаться на официальном сайте организатора. Акция продлится еще один день. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Спортсмены Самарской области успешно выступили на международных комплексных соревнованиях «Летние игры паралимпийцев. Мы вместе. Спорт». Атлеты из 63-го региона завоевали 7 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград. Подробнее в рубрике «Новости спорта». В Сочи завершились международные комплексные спортивные соревнования «Летние игры паралимпийцев. Мы вместе. Спорт». Турнир прошел сразу после завершения всероссийской летней спартакиады. Сборная Самарской области в медальном зачете заняла 18 место с 7 золотыми, 8 серебряными и 11 бронзовыми наградами. Самым успешным среди самарцев стал пловец Кирилл Пульвер, который завоевал сразу 3 золотые медали и все с рекордами России. На дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем, а также 50 метров бутерфляем. Среди чемпионов также Никита Прохоров в толкании ядра, Роман Андреев в метании диска, спринтер Иван Соколов и Дмитрий Чубаров в настольном теннисе. Гандболистки Тольяттинской «Лады» в своем шестом матче российской суперлиги обыграли в Майкопе местный коллектив «Агу Адыив». Хозяйки паркета единственная команда, которая еще не набрала очку в турнире и оказать должного сопротивления «Ладе» не смогла. Поначалу была равная игра, но гости оторвались в счете и удерживали комфортное преимущество. 32-20 победа «Лады», которая занимает четвертое место в турнирной таблице. В молодежной хоккейной лиге Тольяттинская «Ладья» принимала оренбургских сарматов. Гости повели в счете в начале первого периода, во втором игровом отрезке удвоили свое преимущество. Волжане одну шайбу смогли отыграть, но почти сразу же вновь пропустили. Перед третьим периодом счет был 1-3. Тольяттинцы пытались сравнять счет, но удалось забить лишь один раз за пять минут до конца матча. 2-3, поражение «Ладьи», которая в своем дивизионе занимает третье место, а в общей таблице чемпионата 22-е из 37 команд. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня, 11 октября, на своих информационных площадках. В этом году в областном центре обновлено 56 дворовых пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда». Говорится в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Во дворах отремонтированы внутриквартальные проезды, тротуарные дорожки, обустроены детские и спортивные площадки с безопасным антитравматическим покрытием, а также установлены скамейки, урны, проведена санитарная пиловка деревьев и озеленение. Только в Ленинском районе «Новую жизнь» получили 12 дворов при активном участии жителей. Свои дизайн-проекты Самарц разрабатывают совместно с районной администрацией. В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки предоставляет единовременную выплату в 25 тысяч рублей на ремонт жилого помещения инвалидам первой и второй группы, говорится в телеграм-канале. Со списком документов, необходимых для получения пособия, можно ознакомиться в опубликованной памятке. Выплата не предоставляется инвалидам, которые находятся на полном обеспечении и лицам категории «ребенок-инвалид». Подробную консультацию можно получить по телефону 332-16-36. Учтут ли период участия в СВО в общем стаже работника? Какую информацию вносит трудовую книжку во время службы? И может ли работодатель уволить мобилизованного сотрудника? Или обязательно писать заявление по собственному желанию? Рассказывают в телеграм-канале промышленного района. И отвечают на самые волнующие вопросы по трудовым правам мобилизованных. Граждане могут узнать, как приостанавливается срочный трудовой договор в случае мобилизации работника. Более подробная информация на страницах телеграм-канала. В телеграм-канале Красноглинского района рассказывают о преимуществах пушкинской карты. При помощи нее можно бесплатно сходить в кино, театр, филармонию и на выставки. К примеру, 14 декабря в 18 часов в Доме культуры «Чайка» пройдет моноспектакль Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин». 28 октября в Доме культуры поселка Мехзавод представит готический мюзикл «Мастерская. Кентервильский призрак». Важно помнить, перечисленные на пушкинскую карту деньги можно использовать до конца текущего года. Все неиспользованные до этого времени остатки сгорают. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok